Пришел к врачу, ему говорят, у вас повышенный холестерин. Начинает на себя цеплять молекулы, как снежный ком. Что это, защитная функция нашего организма или что? Почему очень у многих людей нет желчного пузыря? Вот он в панике находится, да? Пациентов нужно напугать. Это обязательно надо делать. Холестерин – это незаменимая структура, которая должна быть в каждом живом организме. И что мы видим? Увеличивается в размере. Ну, как это часто бывает. Так ли опасен холестерин, как его молюют? Уважаемый зритель, если у вас повышен холестерин, не стоит сразу бежать сломя голову и что-то принимать, что-то делать. Смотрите это видео до конца, и мы вместе с врачом Богдановой Екатериной Александровной разберемся, почему повышается холестерин и какие средства самые эффективные, самые безопасные для того, чтобы снизить холестерин. Екатерина Александровна, вот человек получил анализы, пришел к врачу, ему говорят, у вас повышенный холестерин, вам срочно надо что-то делать, человеку надо срочно что-то делать, надо срочно куда-то бежать, что-то пить. Врач его еще там напугает, возможно, пропишет какие-то свои лекарства по специальному рецепту, ну, как это часто бывает. Вот, и человек озадачен, да, вот надо срочно-срочно-срочно-срочно менять диету, все, вот он в панике находится, да? Да, стоит ли так сильно беспокоиться? И вообще, чем опасен высокий холестерин и что такое именно плохой холестерин? Потому что многие из нас знают, что есть хорошее, есть плохое, но не все знают, чем они отличаются. На самом деле пациентов нужно напугать. Я считаю, что люди, если у них не болит, они не будут воспринимать никакое лечение, пока сами не напугаются и не поймут, что им это надо. Это определенную приверженность к терапии дает и врачу, и пациенту. Не напугать, а замотивировать, наверное, да, как-то вот? Ну, страх – это лучший мотиватор, наверное, в данном случае. И, как известно, холестерин – это то, что откладывается именно в артериях, в наших сосудах артериальных, да, и образует холестериновые бляшки, которые в дальнейшем со временем растут. И чем опасна холестериновая бляшка? Тем, что она может оторваться и перекрыть кровоток. И, собственно, мы видим клинику стенокардии, да, если это стабильная бляшка, если она отрывается, это инфаркт миокарда острый. И это достаточно частая картина, и, как известно, это, к сожалению, смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы у нас, как была, так и остается на первом месте. Что же такое сам холестерин? Холестерин – это незаменимая структура, которая должна быть в каждом живом организме. Холестерин вообще является составляющим очень многих единиц, которые есть в нашем организме. Например, желчь состоит из холестерина. Холестерин нужен для выработки витамина D. Холестерин необходим для выработки стероидных гормонов и разные другие процессы. Клетку, оболочка клетки, да. Оболочка клетки, да, безусловно. Каждая клеточка состоит из холестерина. Поэтому холестерин нам необходим. Другое дело, что с настоящим современным образом жизни у нас идет избыточное поступление холестерина извне. И плюс неправильная работа кишечника. Почему очень у многих людей нет желчного пузыря? Здесь очень прямая связь. Неправильный обмен, неправильная идет регуляция, неправильный выброс желчи. И одно за другое цепляется. И, в общем-то, к сожалению, многие люди, не корректируя свой образ жизни и не принимая никаких мер, просто приходят к тому, что им убирают желчный пузырь. Имейте в виду, что начинают образовываться камни, да, слишком большие камни, неоперабельно, так сказать, да? Ну, в том числе, да. Когда уже идет гиподинамия, неправильный холестериновый обмен, конечно, это как одно из последствий удаления желчного пузыря. Что же такое, опять же, вернемся, холестерин плохой и хороший. Все про них знают, но есть еще такая форма, как триглицериды. Триглицериды – это форма жира, который является основным источником энергии для нас. А липопротеиды высокой и низкой плотности, то есть это хороший и плохой холестерин, один из них хороший, он как раз-таки забирает триглицериды и несет их в печень, а плохой холестерин несет их в клетки. То есть и когда баланс между двумя этими потоками, то есть достаточное количество пришло, достаточное количество ушло, у нас все в норме, у нас все функционирует и работает, как должно быть. Когда этот баланс нарушается по любым факторам, будь то неправильная работа с ЖКТ, то, что мы уже говорили ранее, будь то избыточное поступление экзогенного холестерина, то есть из-за образа питания и жизни, гиподинамии в том числе, тогда растет плохой холестерин. И естественно много триглицеридов поступает в клетки, поступает и начинает откладываться, и это сама структура травмирует эндотели сосудистой стенки, ну и соответственно формируется пятно, да, если мы возьмем стадии, формируется пятно, потом уже небольшая бляшка, и она начинает на себя цеплять молекулу, как снежный ком, и увеличивается в размере. Если мы посмотрим на нашу картинку, стенка сосуда артериального и таким образом идет увеличение бляшки со временем, это конечно не сразу, это не быстрый процесс, это не завтра случается, поэтому и очень многие не относятся к этому серьезно, пациенты. И со временем сужение сосуда происходит, и если мы говорим о сосудах сердца, о коронарных артериях, то естественно это нарушает кровообращение сердечной мышцы, и мы видим клиники, так скажем, которые нам показывают сердечники. Ишемия и инфаркт. Ишемия, стенокардия и последствия это инфаркт. То есть инфаркт может из-за повышенного холестерина произойти как вследствие того, что просто сужается сосуд, так и вследствие того, что отрывается вот эта холестериновая бляшка, как я понимаю, и закупоривает сосуд. Как правило, конечно, сопутствующим фактором для инфаркта это все-таки еще идет гипертония. Гипертония это вообще в принципе сужение сосуда, то есть он сам становится уже, и так недостаточного кровообращения. И когда еще бляшка увеличивается в размере, естественно, просто закупоривается сосуд, и кровообращения вовсе нет. Вот тогда мы видим, конечно, острую картину инфаркта. А вот знаете, многим зрителям, наверное, будет интересно узнать, да и мне тоже, почему изначально, вот вы сказали, образуется пятно, да, то есть почему начинает в определенном месте нарастать вот этот вот холестерин, эта бляшка. Это какая-то, что это, защитная функция нашего организма или что? Что он защищает холестерин? Не холестерин, наверное, защищает, а эндотелия это вообще ряд клеточек, все мы знаем, в том числе и сосудов. Эндотелия это внутренняя, так скажем, среда, которая защищает основную часть структуры от того, что в сосуде. И при различных травмирующих, возможно, это токсины, возможно, это какие-то комплексы, наши интерлекины, которые есть внутри в организме. Провоспалительные, да? Провоспалительные, да, агенты. Они каким-то образом разрушают саму клетку. Или давление как-то, да, вот стеночку разрушила чуть-чуть. И туда садится уже то, что нам не хотелось бы. Что садится? Что садится? Что ж садится, да. То есть я понимаю, допустим, токсин повредил стенку вот этой эндотелии, стенку сосудов, образовалось какое-то там воспаление, да, или повреждение, микроразрыв, да, какой-то вот, допустим, да, в результате давления. Или токсина, там, к примеру, да, или может быть какой-то вирусный агент, там, вот сосуд повредил, туда приходят, там, не знаю, лейкоциты, лимфоциты, тромбоциты, тромбоциты должны закупорить, да, то есть это место, чтобы не было повреждения. И поверх этих тромбоцитов, получается, уже потом нарастает холестерин, поэтому как бы называется тромб, потому что из тромбоцитов состоит, я вот как бы так понимаю. Возможно, честно говоря, даже не, может быть, патологоанатом нам ответит более точнее, но где-то есть, да, истина в вашем комментарии. То есть это защитная функция, получается, холестерина, он, организм использует эту защиту, но эта защита в итоге играет против самого человека, получается, когда сосуд сужается. Ну, конечно, да. А есть ли ещё какие-то вот опасности, да, высокого холестерина, кроме того, что вот он откладывается в сосудах и образует бляшки, и сужает сосуды, нарушает кровообращение, там, и так далее, или вот это самое опасное, то, что он делает? Вообще, каждый элемент, который есть, каждый продукт обмена, который есть у нас в организме, у него есть определённые нормы, так называемые референсные значения. Когда мы сдаём кровь, мы видим, холестерин должно быть столько, мочевой кислоты должно быть столько, ну, и других остальных компонентов крови. Безусловно, повышение чего-то, это увеличивает нагрузку на органы, и это холестерин откладывается, ну, собственно, в органах. Чаще всего мы видим жировой гипотоз, если мы говорим про печень. Это ожирение печени. Триглицериды – это источник энергии наш, как мы уже говорили раньше. Так если он не используется, а только накапливается, это жировое отложение, да. Это нагрузка на печень. Со временем это идёт замещение основной ткани, которую мы можем видеть, то есть становится меньше нормальных работающих клеточек, больше становится жировых клеточек. Хорошо, я понял, то есть ещё и в этом опасность. На самом деле я понимаю, то есть достаточно уже того, что, в принципе, холестерин забивает, так сказать, сосуды, образуются бляшки, гипоксия, получается, там, не знаю, мышц, сердца, мозга, любой клетки, да, получается, нашего организма. Это уже плохо, потому что не хватает кислорода, начинают отмирать клетки. Мало того, что не хватает кислорода, ещё и вовремя углекислота не утилизируется, и опять же те же самые клетки повреждаются. То есть ещё второй, получается, повреждающий фактор углекислотой есть. Вот. И уже, ну, мне как бы этого достаточно, да. Я на самом деле думаю, что люди, кто будет смотреть это видео, им тоже, в принципе, уже было достаточно. Они уже пришли к этому видео, что они знают, что холестерин это не очень хорошо, может быть, что-то новое для себя узнали. Но всем интересно, да, то есть как бы, а чем традиционная медицина, и вы лично, да, вот рекомендуете корректировать вот этот самый высокий уровень холестерина? Первым этапом в лечении идёт диета. Диета обязательно назначается на 3-4 месяца, и в дальнейшем мы уже смотрим, есть ли какой-то результат от этого, и уже вырабатывается дальнейшая тактика. Факторы риска? Подождите, можно вопрос? Если 3-4 месяца человек соблюдал диету, ничего не произошло, что это значит? Значит, мы можем перейти к следующему этапу. На самом деле, с первым этапом я ещё люблю назначать такие препараты, которые улучшают работу печени. То есть улучшение, как раз-таки нормализация, обмена желчных кислот. Это должен быть обязательно рациональный приём пищи, это должно быть ограничение животного жира, это должно быть увеличение приёма полиненасыщенных жирных кислот, такие как, допустим, авокадо, оливковое масло. Нерафинированное. Это орехи, это может быть семена чио, то есть льна, вот такие продукты, которые способствуют нормализации обмена жирных кислот. И это должно быть дробное питание обязательно, чтобы желчь вырабатывалась в одно и то же время, она должна выходить равномерно, организм должен знать, когда нужно, так скажем, дать желчь для пищеварения, чтобы она не застаивалась. То есть плюс ещё определённая медикаментозная нагрузка. В помощь печени. Да, то есть печень, получается, играет важную роль во всём холестериновом обмене. То есть надо именно ей помочь, чтобы наладить вопрос. Безусловно, конечно, печень. Первый этап. Да. В дальнейшем, если человек уже никак не реагирует на это, хотя очень многие, я вам хочу сказать, очень многие сейчас, кто обращается с холестерином, уже зная, что это такое, раньше было не так. Но сейчас все начинают активно включаться в работу. Кто-то возвращается, кто-то не возвращается, естественно. Люди не все привержены лечению, но начинают работать все. И очень у многих идёт положительная динамика. Если положительная динамика видна через 3-4 месяца, тогда мы продолжаем в том же режиме. Но, безусловно, никто не отменял стандарты лечения. И есть такие препараты, как статины, когда высокие цифры холестерина, безусловно, их назначить нужно. Если врач не назначил статины, он берёт на себя ответственность за дальнейшие последствия, которые могут быть у пациента. То есть, согласно регламентам, если человек пришёл к официальному врачу, он обязан сдать ему не только диету, не только какой-то распорядок дня, сказать, как питаться, но и обязательно назначить статины вот эти самые. Это обязательно надо делать. При высоком холестерине. При высоком холестерине, да? Да. Ну и также статины назначаются при сердечно-сосудистых событиях. Это прям 100%. И тут вообще спорить нельзя. И никогда нельзя отменять себе статины, если был, допустим, в анамнезе инфаркт или инсульт. Статины – это фармпрепараты. Они помогают снизить холестерин, получается? Они помогают снизить холестерин, который образуется у нас в организме. То есть, они блокируют его синтез. То есть, его образование. Ну да, они убирают фермент, который способствует его формированию. Всё, нет холестерина. И он очень хорошо снижает именно плохой холестерин. В этом его прям ноу-хау было, открытие. И, безусловно, он имеет своё место на рынке, когда действительно есть проблема, и она не поддаётся лечению. Хорошо, Екатерина, спасибо. Всё очень достаточно грамотно объяснили. Уважаемые зрители, если вам интересна эта тема, интересно узнать безопасное, эффективное, действенное средство для снижения холестерина, одновременно улучшения работы печени, то, конечно, смотрите это видео до конца, потому что сейчас тема пойдёт как раз про синтезит, на канале которого вы и находитесь. Мы затронем тему научных исследований синтезита, которая подтверждает, что синтезит эффективно и безопасно снижает уровень холестерина. Три глицеридов, о которых мы сегодня как раз и говорили. О том, что синтезит снижает уровень ферментов ЛТ, это аланинаминотрансфераза, АСТ, аспартатаминотрансфераза, что свидетельствует о восстановлении работы печени. И это происходит всего лишь за месяц приёма, а иногда и реже. Сейчас мы поговорим про научные исследования синтезита, которые это подтверждают, а также про результаты непосредственно уже людей, которые накопились у нас за последние три с половиной года. Впервые о том, что синтезит снижает уровень холестерина, мы узнали в эксперименте в Федеральном НИИ Медицинской приматологии города Сочи. В то время, это был 2020 год, эксперимент проводился на стаде, так сказать, на небольшой группе приматов, макак, резусов, обезьян. Тогда было выявлено, что синтезит снижает уровень холестерина, три глицеридов, сахара, АЛТ, АСТ до 40%. Этот результат был тогда феноменальным, мы тогда очень, конечно же, обрадовались, что такие результаты получили. Это свидетельствовало то, что наш продукт безопасно снижает уровень холестерина. И эти же самые данные мы получаем от людей на протяжении уже более трёх лет. Некоторые из отзывов мы публиковали на нашем канале, вот недавно с Екатериной Александровной мы снимали видео с Никитой, с бодибилдером, который как раз при помощи стероидов, запрещенных веществ, он тренируется, повысил уровень холестерина, не следил. И потом при помощи синтезита за какие-то буквально 25 или 30 дней, я вот уже не помню, честно говоря, он снизил очень существенно этот уровень холестерина. У него нормализовалось и ЛТ, и АСТ, то есть это было всё видно, динамика вся видна. Да, но там он принимал в комплексе ещё какие-то препараты, и он же сравнил, что в прошлый раз при моём обычном комплексе у меня была вот такая динамика, а вместе с синтезитом динамика стала лучше. Существенно лучше, да, я бы сказал. То есть у него таких данных, конечно, не было. Не монопрепарат. А он не говорил, кстати, про это. Он монопрепарат, он только синтезит пил. Нет. Да. Хорошо, Екатерина, мы сейчас с вами вспомнить не можем. Когда будем монтировать это видео, мы для наших зрителей вставим этот кусочек. Итак, уважаемый монтажёр, пожалуйста, поставьте этот кусочек в будущем, когда будете монтировать это видео. Давайте посмотрим. Плюс синтезит. То есть я периодичностью это пропивал. Вот эти анализы, кстати, это было сдано после того, как я пропил. Ну, то есть они вот ухудшены, плохие анализы. Это вот после того, наверное, месяца три до вот этих анализов я, в принципе, закончу курс лечения. То есть терапия основными препаратами была всегда. И параллельно вся нагрузка, которая была, дополнительные микроэлементы, там, витамины, это тоже было. И плюс синтезит добавился. И вот такие анализы, которые вы получили на выходе. Да. А сколько вы пропили синтезит? Получилось, что я пропил 40-35-40 дней по двойной дозировке. Ну, на мой вес. Двойной дозировке? Ну, допустим, полтора месяца. Две капсулы, да. На самом деле удивительное дело. И, конечно, хочется на практике это проверить, потому что на самом деле работа печени клинически улучшилась. А недавно, Екатерина, мы получили анализы 70-летнего мужчины. Кстати, вот в Севастополе он проживает. Он провел свой личный эксперимент. На самом деле я получил очень много анализов о приеме синтезита при повышенном холестерине. И мы видим, что холестерин достоверно снижается, там, за месяц, за 20 дней приема он уже падает. То есть мы это видим практически на всех людях. АЛТ снижается, АСТ снижается, дриглицериды тоже снижаются и сахар тоже корректируется. И вот этот мужчина провел интересный эксперимент. Он знал про наше научное исследование на обезьянах. Он знал, что синтезита на людях точно так же работает, что холестерин снижается. Вот как раз именно плохой холестерин. Он решил проверить следующее. Он пропил курс синтезита, сдал до синтезита. Точнее у него уже был повышенный холестерин, он видел, что у него повышен. Он пропил курс синтезита. И после завершения курса синтезита он сдал на холестерин через 2 месяца. То есть не сразу после того, как пропил. То есть понятно, он знал, что он упадет. Он нам доверял, он доверял нашим данным. Он сдал через 2 месяца. И что мы видим? Вот, допустим, тут у нас получается 6 сентября 2022 года, Юрий Михайлович, холестерин 6,7 микромоль на литр. Миллимоль на литр. Ну, в общем, 6,7. Через 2 месяца после завершения курса синтезита, 17 февраля 2023 года, 4,59. То есть, он у него, норма это 5, там с лишним, да, с чем-то. Вот, последний анализ, сейчас посмотрим, сколько норма. До 5,18 единиц, вот, это норма считается холестерином. Вот, ну, в этой лаборатории гемотест, да, но тут не гемотест. То есть, он через 2 месяца после окончания курса синтезита, естественно, холестерин потихонечку повышался, как он синтезит перестал принимать. Но он еще находится в норме 4,59. И вот, буквально недавно, 11 мая, то есть, вот, буквально несколько дней назад, он снова сдал холестерин. То есть, прошло уже 4,5 месяца с того момента, как он пропил синтезит. И вот только сейчас у него холестерин, да, стал превышать норму, 5,46. То есть, мы видим такую динамику, что у человека 70-летнего нормальный холестерин продержался, ну, я предполагаю, что 3,5 где-то месяца, вот так вот, после окончания курса синтезита. Уважаемые зрители, я это для чего все говорю. Вот этот эксперимент, Юрий Михайлович, Юрий Михайлович, вам приветствует, вы будете нас, конечно же, смотреть. Спасибо, что провели такой эксперимент, нам очень он важен. То есть, то же самое мы видим в результатах НИИ медицинской приматологии, федерального учреждения, что у обезьян через определенное время, то есть, буквально около месяца, у них постепенно, после завершения приема синтезита, уровень вот этих вот холестерина, ЛТСТ, он постепенно возвращался к предыдущим значениям. Потому что действие синтезита уже прекратилось, кровь загустевает, старый тот же самый образ жизни там и так далее, то есть, повреждающие факторы, да, то есть, возраст, и постепенно организм возвращается в то же самое состояние. Вы человек, конечно, да, то есть, у человека обмен веществ немножечко медленнее идет, чем у тех же самых макак. То же самое мы видим с Юрием, да, у него, если у макак этот результат продержался, у макак резусов продержался там около меньше месяца, то у Юрия Михайловича около трех месяцев. Это о чем говорит? О том, что если вы принимаете синтезит, и он вам помогает, вы прекращаете принимать синтезит, держите максимально здоровый образ жизни, чтобы как можно дольше сохранить этот результат. И, конечно же, принимайте синтезит не через год, не через два после того, как приняли его, да, а желательно с перерывами не больше месяца, чтобы поддерживать вашу кровь, ваш организм именно в таком хорошем состоянии. То есть, синтезит, он не просто снижает холестерин, он не просто снижает ЛТ, снижает ТСТ, восстанавливая работу печени. Синтезит восстанавливает работу всего организма, всех органов и тканей, и благодаря этому происходит снижение холестерина, благодаря этому происходит снижение ЛТ, СТ. Когда перестаешь принимать синтезит, через какое-то время организм возвращается, так сказать, То есть кровь загустевает, да, и потихонечку-потихонечку возвращается. Вот там высокий холестерин, ЛТС-100. Естественно, если вы в возрасте. Конечно, если вы молодой, у вас это максимально продлится. Но в любом случае, мы видим и по молодым спортсменам, которые принимают синтезит, и по молодым людям, которые принимают синтезит, что с синтезитом жизнь гораздо лучше, показатели гораздо лучше, чем без него. К синтезиту нужно относиться как к пище, то есть как к вещи, которая просто должна быть в нашем рационе. Мы вообще считаем, что раньше железо в таком виде, как в синтезите, оно присутствовало в обычных продуктах питания. Оно было в яблоках, я не знаю, в мясе, в винограде. Вот именно в том виде, в котором мы его производим. Но сегодня, благодаря каким-то экологическим изменениям, может быть, каким-то моментам с экологией связанным, в том числе, нет, или интенсивное сельское хозяйство, нет такого железа в таком именно виде. И поэтому наша кровь, она очень сильно страдает, она загустевает, начинает ухудшаться работа всех органов и тканей. И синтезит помогает все это дело предотвратить. Это подтверждено научными данными, это подтверждено десятками, сотнями людей, вот касаемо по синтезиту, по холестерину в том числе. Давайте посмотрим маленький кусочек интервью с Юрием Михайловичем. Ну, думаю, с чистота эксперимента сделать таким образом, ну, чтобы немножко сдвинуть анализы. Можно было сделать анализы и сразу после этого, но это меня остановило, я сделал через два месяца. Хорошо, Екатерина, я благодарю вас за такую обстоятельную беседу, за длительную экскурсию, так сказать, в мир холестерина. Уважаемые зрители, если вам понравилось это видео, конечно же, ставьте лайки, рассказывайте своим друзьям, у которых может быть такая проблема, повышенный холестерин или повышенный ЛТ, СТ. Синтезит помогает и холестерин понизить, и безопасно это сделать, потому что он не имеет побочных эффектов, и восстановить работу и печени, и сердца, и головного мозга, и других органов. С вами был Александр, Екатерина Богданова, Синтезит, всего хорошего, до свидания.